Добрый вечер! Сегодня мы вернемся к разговору об урбанизме. Тайны урбанизма доступны не каждому. Не каждый может вынести всю глубину и пугающую бездну истин, открывающихся подлинному урбанисту. Это скульптурное изображение мы можем рассматривать как наглядное представление урбанистического процесса. Здесь медиум-шаман, который получает небесный месседж и затем транслирует его на команду, реализующую урбанистический проект. Некоторые думают, что урбанизм это наука или искусство, но это не то и не другое. Здесь мы видим абсолютно ясно, что урбанизм это религия. Это культ. Это культ, анимистический культ, тотемным животным которого является, разумеется, белый медведь. Вершина пищевой пирамиды Арктики. Животное, у которого нет врагов, есть только пища. И только пища. И урбанизм это наука поглощать. Наука поглощать. Субтитры подогнал «Симон»! Отдельная история – это раздел урбанистического пирога. Здесь мы видим драматический момент борьбы за свой кусок урбанистической благодати. А еще пингвины R2-D2. Кронштадтский бульвар. А мог бы быть любой другой бульвар. Квинтэссенция реального, невыдуманного, а того урбанизма, в котором существует современный горожанин. Большинство современных горожан, потому что, как мы знаем, 90% москвичей живут между третьим кольцом и МКАД. Реально существующий, невыдуманный урбанистический контекст нашего существования. Это место сосредоточения, можно сказать, всех благ цивилизации. Лэб, гаражные кооперативы за забором. Бульвар, украшенный гаражным кооперативом. Он называется бульвар. Бульвар, украшенная парковка и начинающееся девелоперское освоение территории средствами современной архитектуры. Очень неплохой. Значит, здесь выход из метро и конечная остановка автобусов. Это практически транспортно-пересадочный узел. Чайхана-1, Чайхана-2. Лига ставок. Лига ставок, помойный рынок. Да. Но это все по-крупному. А если мы вглядимся в детали, я сейчас не про реагенты под ногами, но если мы немножко помесим снег, то под лэб, помимо гаражного кооператива, мы обнаружим еще военный мемориал. Здесь мы неожиданно обнаруживаем скрытые смыслы. Военно-патриотический компонент с неким подспудным образом подчеркивающий смысловое наполнение этого места. Отсюда два якоря, винт и штурвал. А также абсолютно самоштабные им вентиляционные выходы метрополитена и сетей инженерных. Решенные в высококачественном дизайнерском ключе, корреспондирующемся с современной эстетикой архитектуры. Да, подойдем поближе. Я думаю, что это вентиляция тепла. Ну да, это колодцы, это камера. Это осмысленный урбанистический ход. Только подойдя вплотную, можно в полной мере насладиться эстетическими качествами этого объекта. Это на минуточку лист оцинкованной стали толщиной миллиметра два с половиной с просеченным вот этим рисунком в виде бабочек. Место, оно такое, ну, проходное. Место центральное. Место знаковое. На районе. И мемориальное. Да. Обращаем внимание на военно-патриотический мемориал. С якорями, винтом и штурвалом. Штурвал, да. И вот эти штуки, они абсолютно самоштабны этим якорям и прочим мемориальным объектам. И все вместе это такой же сад камней. Это не просто сад камней. Я бы акцентировал на том, как тонко смягчает суровость военно-патриотического мемориала мотив бабочек. Сентиментальный, летний, дачный. Лето все время. Главное, что мы все это совершенно не планировали обсуждать. Да. Мы пришли сюда для того, чтобы это было отправной точкой, от которой мы дальше углубляемся в жилые дворы, чтобы посмотреть, что интересненькое можно накопать там. В чем, собственно, состоит суть ткани нынешней городской среды? Ну, выясняется, что если повнимательнее оглядеться, то ты эту ткань находишь прямо у себя под ногами или вот там в 10 метрах. У нас была запланированная точка, мы, наверное, на нее еще придем сегодня. Но оказывается, что вот оно тут рядом. Только копнул или взглянул. И сколько творческих импульсов может дать это многообразие, это как бы драматизм. Слушай, о чем это датрыли, а? Посмотри, это земля? Драматизм, напластований и... Чернозем. И опять же смыслов. Хоть триндеть про смыслы. Да, действительно. Пойдем, конкретное что-нибудь поглядим. А вот эта хреновина красная, это огорожено люк, судя по всему, открытый. И сделано это, конечно, шедеврально. От бабочек. От бабочек, да. Вот такой кубической индустриальной эстетики. Кубической. Как выразительно, какие здесь петли. Здесь миллион смыслов, посмотри. Какие движения кисти. Они сочетаются с трафаретом. Фактура. Цвет. Серебряночка здесь прошлись. Высокий горизонт, высокий горизонт. И что-то пытались скрыть. Здесь что-то сначала пропечатали по трафарету, а потом судорожно пытались скрыть. Здесь целая... Богатство. Целая фабула. Фабула стоит за этим всем. Ну, за этим, конечно, не фабула, а открытый люк. Тоже своего рода фабула.